На русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в Париже есть надгробие с надписью «Человеку, который увидел ангела» и выбитыми в мраморе ступенями. Их семь. Только семь фильмов успел снять Андрей Тарковский. Целых семь. И подарить зрителям особые, загадочные и необъяснимые притягательные миры сталкера Соляриса Андрея Рублева «Зеркало». Каждой своей картиной он давал понять. Правда, в подлинности. Только настоящие разваленные зоны в сталкере, трещины на стенах, ненаигранный озноб, боль, слезы. Актер Николай Бурляев вспоминает, как 15-летний мальчишка переплывал в ноябре Днепр в Ивановом детстве. Или зимой в одной робе падал с обрывок, чтобы услышать от режиссера заветное «Это сыр!» – высшая похвала от Тарковского. Учителя про сбой, тапокадов делают дождик, и этого для Андрея мало. Для жизни еще ветра дует, а тут еще надо упасть. Но я не знал, что это за покрытое. Что я проедусь, как по терке, по камням, пням, кустам. В глазах темно, холодно, все проклинаю. Андрей меня думает, «Коленька, это сыр! Это сыр! Рокфор!» «Коленька, отлично! Еще думай!» Жесткий, харизматичный, актеры подчинялись ему беспрекословно, хотя он никогда не повышал голос. Всю группу умел заразить своей энергетикой. Даже водители были уверены, что причастны к высокому искусству. Бросался в новый сценарий, как и в новые чувства с головой и без остатка. Влюблялся почти во всех актрис, игравших в его фильме главные роли. Да и им было сложно не увлечься. Тонкий психолог, он не ставил режиссерских задач. Не давал читать сценарий целиком, потому что как честно прожить момент, если знаешь, чем все закончится? «Как ты жил все это время? Ты любил кого-нибудь?» «Не знаю». «Обо мне ты помнил?» «Помнил, но не всегда. Только когда мне было плохо». «Он был режиссером-провокатором. Конечно, он провоцировал нас на настоящую реакцию. Например, с Толей Солоницем он его доводил по злости. У него начиналось вот так вот дрожать все тело, дрожать зрачки. И только тогда он его снимал». Это сегодня Тарковский признанный классик. А в советское время его картины годами лежали на полках. Андрея Рублева вообще называли клеветой на русский народ. Часто фильм шоу рано утром и лишь в одном кинотеатре. Но в этот кинотеатр выстраивались очереди. Очень многие зрители писали Андрею письма, например, по поводу «Зеркла», что вы рассказали о нашей семье. Поэтому, когда говорили, что фильмы Тарковского элитарные, он это отрицал. Фильмы не для народа. Он говорит, не надо отделять меня от народа, я сам народ. Его не раз звали работать за границей. Он снимал там свои последние фильмы, но решил все эмигрировать, лишь разменяв шестой десяток. И был уже тяжело болен. В этой парижской квартире 54-летний Андрей Тарковский умирал от рака легких. На глазах у актрисы Марины Влади. Последнее время он был у меня дома, но он был так больной, что он просто лежал. Он, как и Высоцкий, был простой мужик, в общем. Очень такой веселый, моментальный. Но его кино очень глубокое. Почти во всех его фильмах идет дождь. С дождем у того, кого мог вывести из себя вопрос, в чем счастье, всегда были особые отношения. Ведь он говорил, человек не создан для счастья. Есть вещи поважнее. Мучительный поиск истины, например. И продолжал искать и ткать из воздуха и снов свое пространство и время. Чтобы и сегодня в разных уголках света, в темноте кинозала, кто-то попытался найти ответ, почему мы любим и так мучаем друг друга. Юлия Шатилова, Лилия Зорина, Мария Сапруненко и Жанна Агалакова. Первый канал.